здравствуйте мои дорогие рада вас приветствовать на моем канале я инга топчий ведущий преподаватель академии красоты лотос и сегодня мы с вами разберем на каком уровне должен быть апекс искусственного ногтя и почему ломается искусственный ноготь вот именно так стрессовой зоне и как это исправить поехали и так искусственный ноготок сломался стрессовой зоне посмотрите-ка как да так легко сломался что даже я не почувствовала а почему потому что наивысшая . находится вот где а должна находиться вот где почему это произошло да просто потому что мне лень было делать коррекцию я просто перекрывала базы и стрессовая зона а это наибольшее утолщение материала стрессовой зоне она просто срастала срастала и срастала и находилась уже не там где нужно то есть стрессовая зона и укрепление наибольшая толщина материала должна находиться раньше стрессовой зоны и на эту тему у меня есть отдельное видео где должна находиться наивысшая точка для того чтобы ноготь не сломался наивысшая . называется апекс в россии поэтому посмотрите это видео и вам будет все понятно заловила я своего мастера для того чтобы снять для вас видео и показать вам как такие все-таки это исправить мастер быстренько сняла искусственный материал до самой трещины вот она трещина посмотрите сняла поближе и трещина уходит прямо в мясо еще чуть-чуть и пошла бы кровь но как отреставрировать трещину я покажу вам это дальше а сейчас мы решили сделать маникюр взяли ремовер для удаления кутикулы от компании клинистик и нанесли на кутикулу прежде перед этим отодвинув кутикулу подальше апельсиновой палочкой что и делает мастер затем нанесли ремовер нанесли жирненьким слоем для того чтобы растворить кутикулу но такого результата не ожидала даже я моя мастер уже работала этой новинкой но для меня это был просто шок после того как мы через две минуты удалили ремовер я вам сейчас поставлю прямую речь мою потому что за кадром не передать все мои эмоции которые были тогда от полученного результата фокус-фокус офигеть компания клинистик что вы придумали мне потихло ну естественно все где-то там жесткие места достаются их можно подрезать зачем учиться на маникюр правда раз намазал намазал вот это да потом еще есть для удаления кутикула потом намазал три в одном но это после маникюра да и получил такую кутикулу капец да я думаю вы прочувствовали мой восторг от работы ремовера сколько я работала ремоверами разными но никогда ни один ремовер так не растворял кутикулу компания клинистик я не делаю рекламу ну и была в диком восторге от работы этого ремовера а мы продолжаем дальше нанесли базу для того чтобы работать с нашим сломом и потом вспомнили что у нас же все-таки слом если мы положим нас именно на слом положим базу и материал то этот слом все равно вылезет сквозь толщину поэтому для того чтобы аннулировать слом и он больше не сломался нужно разрезать и сделать небольшое пространство между двумя сломанными краями что мы сейчас и сделали и далее продолжаем на 5 наносим базу именно вот на слом сушим базу одну минуту и далее будем работать с полигелем полигель можете использовать любой марки в которой привыкли мы работаем маркой определенной и этот полигель очень хорошо выравнивается мне нравится что он не липнет кисточки посмотрите моим работаем ровно так же как практически гелем разница лишь в том что полигель никуда не течет гладим вытягиваем его возвращаем на место и как бы выстраиваем именно то что нужно мы старались выстроить именно так чтобы больше практически ничего не нужно было пилить поэтому на это потратили небольшое количество времени ну я же конечно сидела контролировала и заодно объясняю вам сейчас как работает мастер видите я тут проконтролировала как закрыт слом обязательно да здесь поправить я очень сложный клиенты вредный но тем не менее мы все сделали правильно высушили все что выложили на слом и выровняли еще раз перекрыли полигелем для того чтобы получить идеальный ноготок и вернуть на место наивысшую точку которая давным-давно у меня сросла уже и переросла стрессовую зону эти апекс должен быть на месте вот он сейчас на месте но мы слегка еще немного до выглаживаем чтобы нечего было пилить но все равно чуток линин после просушивания пилить мы будем только форму практически но и слегка сверху под выгравним форму обязательно полигель не даст вам такой четкой формы даже если вы его загладить и форма у меня pipe это миндаль что-то среднее между миндалем и квадратом и так мастер делает тоньше свободный край и так как ноготок слегка опускался при отрастании очень часто у клиентов встречаются указательные пальцы которые при коррекции до коррекции начинают расти вниз поэтому соответственно слегка каждый раз на коррекции нужно их поднимать теперь давайте посмотрим что там с нашим словом материал то заложили но не допилили ну-ка теперь а вот теперь все допилили снимаем пыль удаляем и теперь нанесем базу именно ту которую не на всех остальных ноготках база это шиммером я люблю камуфлирующие базы шиммером не видно как отрастает но периодически когда глаз падает на ногти ноготочки поблескивают и далее мы достраиваем базой и наш ноготок уже готов потом уже я заловлю еще раз алину и мы нарисуем френч ну а пока я буду ходить с натюрелем обратите внимание что трещины которая была у нас нет ноготок выстроен как положено именно на этом фото видно где был апекс отросший и где он стал апекс тиры наивысшую точку мы вернули на место а это на утолщение материала поэтому ноготок никогда не сломается больше ну и теперь мы с вами понимаем что халява в виде промазывания просто базой не прокатывает ноготь нужно длинный всегда укреплять ну и вот результат апекс на месте слом удалили ноготочек приподняли и вот он красивый укрепленный какой у нас получился и мы молодцы